Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографией. Антонио Мария Телаконсепсион Рейна Манескау или просто Антонио Рейна Манескау. Испанский художник, большую часть своей карьеры проработавший в Италии. Возможно, представитель Малахской школы живописи учился у Бернандо Фернандеса и вместе Марена Карбоне. В возрасте 20 лет он переехал в Италию, где на него оказали дальнейшее влияние итальянские и испанские художники-экспатрианты. И где он прожил до конца своей жизни. После своего первого визита в Венецию в 1885 году он специализировался на пейзажной живописи. Шарко известен точностью своих венецианских ведут, важностью которой он придает точному изображению, архитектурных деталей и мастерством владения цветом. Среди его наиболее важных работ известны многочисленные виды венецианских каналов и площадей. Я цитирую Википедию. Родился в городе Коэн Малага 5 декабря 1859 года. Его родители занимали хорошее общественное положение, а его дядя был мэром Коэн. В детстве Антонио проявлял большие способности к рисованию. Хотя он продолжал жить в Коэне до конца своего детства, он начал свое художественное образование в школе изящных искусств в Малаге, где его преподавателем сначала был Коакин Мартинес де ла Вега, а затем Фернандо Ферандес, основатель Малагской школы живописи. Учился вместе с будущим мастером Хосе Мореном Карбонеро, который был всего на год старше его. С юных лет он регулярно выставлял свои работы. К 1880 году в возрасте 20 лет он продал свою первую работу для ратуши Коэн. В 1882 году получил стипендии от провинциального совета для продолжения своего обучения искусства в Италии. Приехал в Рим, а в 1885 через три года посетил Венецию. С этого года венецианские пейзажи, показывающие такие достопримечательности, как Большой канал и площадь Сан-Марко, но также и менее известные места города, повсеместно присутствует его творчество. Его стипендия должна была закончиться в 1886 году. Он был очарован Италией и остался там. В 1889 женился на оперной певице Беатрис Милоти Десантис, которой тогда было 20 лет, и поселился в Риме. В 1895 году Антонио, которому тогда было 36 лет, уже был признан художником. В этом же году его брат Рикардо был назначен мэром Коэн. Во время пребывания в Мадриде король Испании Альфонсо XIII произвел его в рыцарей Карлинского ордена Карлоса III, высшей наградой присуждаемой испанскому художнику в то время. Экспортировал свои работы в Лондон, где его венецианские виды представлялись несколько раз. По мере укрепления своей славы написал два портрета Папы Бенедикта XV, которые вошли в музей Ватикана. Регулярно выставлял свои работы, постоянно путешествуя по Италии. 4 августа 1899 года родилась его единственная дочь Мария Матильда. Работы художника представлены в таких музеях, как Бостонский музей изящных искусств, Эрмитаж, музей Кармент и Сен, музей Малаги и также находится в различных частных коллекциях. Умер 3 февраля 1937 года в Риме. Пока-пока, до свидания. Вот так кратко из переводной википедии о испанском художнике, большую часть своей карьерой, работавшую в Италии Антонио Рейна Манискау. Пока-пока, до свидания.